В зоне АТО с начала суток зафиксировано 25 вражеских обстрелов. Один украинский боец погиб, еще четверо получили ранения. Страдают от огня боевиков и мирные жители. Подробнее с линии огня Ирина Баглай. Окна закрыты, двери поразмолотились. А как? Вот забор побитый, крыши все побиты. Как можно жить? Домой муж с женой теперь только наведываются покормить домашних питомцев и посмотреть нет ли новых разрушений. И то ждут, чтобы установилась тишина. Вчера уже собирались уезжать, сидели у калитки, беседовали с соседями, как неожиданно раздался взрыв. Начали бахать, мы ускочили, ребенок тут заикается, так вот прискочил с женой, с матерью. Мы в шоке все были, ускочили, все в подвале друг другом не разговаривали. У нас такие катакомбы, можно сказать. За считанные секунды просто влетели в подвал, который не раз спасал от смертельной опасности пол улицы. Тут пол улицы собиралось, человек может 15 было сразу, потому что у некоторых женщин уже пенсионеры. Здесь ступеньки есть, а здесь подвалы, которые нужно опускаться. Чтобы не оказаться в ловушке и не быть погребенными заживо, у хозяина под рукой инструменты первой необходимости. Необходимый инвентарь, если они того придавят, по-моему, какой-то хопа, поддеть, вылезти. Эту улицу на окраине Авдеевки ее жители отрестили улицей Старожилов. Местным почти всем под 90. Вот они и не успели укрыться. Просто застыли на месте. Вот тут я была. Только нам окна поставили, деточка. Но пять минут не прошло. Только машина отъехала. До химика не доехала, как взрыв. Часа два на ноги не могла рухнуть ноги. Батя, он 84 года, как раз был на пороге. Как он живой остался, вообще не понятно. Вот видите, вот, и он два головы. Били боевики, как стало известно позже, из танка по позициям военных на промзоне. Попали и по жилой улице. На месте працювали представники СКК, которые нашли решки того боеприпаса, который разорвался на тей территории. Они констатировали, что это, в основном, был танковый снаряд. Попереднюю установили, что танки ввели в огонь с напрямую на салонном пункте Минеральный, который расположен на тимчасово окупованной территории. За три года через дом каждая семья пережила уже несколько вражеских обстрелов. Люди в отчаянии и не знают, где искать деньги, чтобы подлатать разрушенное. Нам надо шифер, кирпич, рубероид. Единственное, что дали, четыре мешка семента. Все. И сказали самовывозом. У меня машины нет. Нанимать машину – это 150 гривен. У меня таких денег нет. Ирина Баглай, Антон Чиженко. Подробности телеканал Интер из Донецкой области.